привет дорогие друзья снова с вами зомбирус наконец-то вышел мод долгострой который делали 7 лет под названием реалити мод для battlefield 3 и сегодня мы с вами поговорим про этот мод я выскажу какие-то свои мысли по тому что мы получили и есть несколько вопросов к самому моду сразу хочу предупредить всех фанатов милсимов я не фанат милсимов я в них практически не играю к ним нормально отношусь но просто не моё когда был мелкий я активно играл в операцию флешпоинт в синглплеер понятное дело потому что там 2002 году у меня интернета тупо не было затем я пробовал сквад когда он появился в раннем доступе steam я его купил чтобы чисто поддержать пацанов которые сделали project reality для battlefield 2 ну и играл еще в збт hell it ну и не стоит забывать что я еще и пробовал project reality еще в далеком там 2006 году я не буду из себя строить какого-то супер игрового журналисты которая всем рассказывает как он круто разбирается в играх я имею какие-то представления о жанре милсимов и сегодня выскажу некоторые плюсы и минусы того же реалити мод а если вы здесь впервые дорогие друзья обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайки делайте репост этого видео ну а в комментариях напишите какие у вас впечатления от реалити мода для battlefield 3 давайте начнем с установки здесь все просто для начала вам нужно быть обладателем лицензионного battlefield 3 и всех дополнений к battlefield 3 заходите в оригин устанавливайте battlefield 3 со всеми дополнениями затем заходите на сайт вина с английта регистрируйтесь потом качайте сам вина с английским устанавливаете его и после установки запускаете в оригин запускаете вина с английский используйте вина с английский логин и пароль сайта их и все заходите браузер серваков и находите серваки с подписью rm то есть реалити мод многие из вас задаются таким вопросом данный мод зомбик можно назвать диким васян ством и мой ответ нет так как мод разрабатывается уже семь лет 7 лет мод делают представляете он сделан довольно на высоком уровне и тут надо понимать когда его начали разрабатывать еще не было никаких элот лузов не было сквады и поэтому те фишки которые на данный момент нам доступны они очень сильно дублируют сам сквад допустим у нас полностью переработана система войпа то есть общение между игроками у нас есть три канала локальный где вы можете разговаривать с пацанами которые находятся вокруг вас у нас есть понятное дело чат внутри отряда а также есть чат командиров где командиры отряды между собой координируют какие-то действия при этом там есть фишка что можно разговаривать с отдельными лидерами отрядов используя нампад новая система классов которая состоит из стрелка медика снайпера двух пулеметчиков которые отличаются между собой только пулеметом легкий пулеметчик использует какой-нибудь рпк а тяжелый пулеметчик использует печенек далее у нас есть бричер это человек вооруженной штурмовой винтовкой дробовиком и си-4 у нас есть гранатометчик у него штурмовка с подствольным гранатометом также есть ракетчик у которого карабин и рпг ну и конечно не стоит забывать про командира отряда у которого есть возможность устанавливать маяк дислокации маленький а также фоб то есть такой мобильный оперативный штаб который позволяет всему отряду на нем спауниться пополнять патроны и является он некой еще какой-то фортификации в которой в принципе можно спрятаться также они навернули новую систему здоровья систему бледаут то есть когда в вас попали вы можете упасть остаться живым но при этом действовать вы не можете и вы должны в течение пяти минут либо истечь кровью либо дождаться медика который вас поднимет плюс они сделали новую систему подавления то есть подавление это визуальный эффект и он никак не влияет на разброс при стрельбе как это было в оригинальном battlefield 3 и конечно же навернули новый ттк хотя вот про ттк очень спорные вещи можно сказать потому что я видел как свои хира бегал со свдхой и свдх как убивал из двух выстрелов так и убивает в будущем разработчики хотят добавить новые элементы допустим командира командира над всеми командирами отряда добавить боевую технику то есть какими бмп и плюс авиацию также они собираются выпустить редактор карт и смотря на то как вот эти все фишечки реализованы я данный мод не могу назвать восянством потому что даже карта они очень клёво переделали добавили интересные здания понятное дело что из-за трудности работы с фростбайтом это прям не какое-то дикое разнообразие и мы не можем увидеть каких-то абсолютно новых карт то есть это взяли какой-нибудь dead valley и добавили на нее объектов дополнительного леса там дополнительных зданий и все но в целом играется довольно бодро если вы фанат подобного жанра и если честно я не понимаю одного момента пацаны почему разработчики 7 лет назад не решили просто сделать на основе бесплатного движка анриэл свой собственный милсим а решили пойти взять редактор вина с англишты и на одним из самых худших движков попытаться сделать project reality и в этом наверное самая главная проблема то есть когда вышла альфа вина с англишта там в четырнадцатом или в пятнадцатом году у комьюнити появился запрос на то что нам надо воссоздать project reality для battlefield 2 на движке frostbite и тогда этот запрос был довольно актуальный потому что тогда не было hell let lose тогда не было сквада но сейчас когда прошло семь лет когда рынок милсимов очень сильно перенасытился огромным количеством игр тут тебе и таненберг и верден и сквад и hell let lose а если вы любите лутинг там путешествие по открытому миру то пожалуйста есть escape from tarkov и сейчас данный мод ну не представляет никакой ценность то есть все вещи которые мы сейчас видим в реалити моде они доступны в скваде если вы игрок у которого нет battlefield 3 у вас нет дополнений вам чтобы поиграть в этот мод придется купить игру со всеми дополнениями а это два с половиной кэса когда тот же сквад стоит 1000 рублей но как показывает комментарии во время стрима комментарии под роликами не у всех есть дополнение к battlefield 3 потому что эта игра вышла извините 11 лет тому назад следующий момент на стриме свои хира был очень классный чувак под ником magnum он большой фанат милсимов он играл во все и это его основные шутеры в которые он играет и он сказал следующее на самом деле реалити мод мог бы кого-нибудь привлечь из фанатов милсимов если бы в нем была бы какая-то уникальная фишка на данный момент единственно уникальная фишка которая нам может подарить реалити мод это наличие разрушаемости battlefield 3 и все а весь остальной функционал довольно скудный на фоне того же hell let lose или сквада и сейчас очень странная ситуация с одной стороны хочется поддержать разработчиков потому что они молодцы они проделали дикую работу но проблема в том то что тот запрос который сделала комминти во время альфа тестирования вина с англишта в 2014-15 году уже не актуален и к сожалению данный мод ждет довольно грустная судьба на мой взгляд плюс там очень много на данный момент технических проблем серваки постоянно вылетают вина с англишты реалити мод очень любят почему-то скидывать настройки микрофона вот допустим у меня на данный момент подключено два микрофона которые в наушниках и в которой я в данный момент говорю и при каждом запуске у меня скидывает настройка микрофона и при попытке во время геймплея поменять настройки микрофона у меня игра вылетает поэтому техническая сторона проекта очень спорно с другой стороны сам по себе реалити мод очень хорошо оптимизирован потому что использует довольно раннюю версию frostbite 2 а тут мне кто-то из знакомых кто играет в сквад говорит что на самом деле последнее обновление сквада убили оптимизацию и поэтому в принципе реалити мод можно поставить для того чтобы перекантоваться там на мои на момент выхода нормальных обновлений для сквада есть еще второй момент который очень сильно бросается в глаза который прям портит весь геймплей реалити мода это отсутствие возможности выглядывать из-за угла по клавишам q и е но тут понятно разработчики сами пошли на такой сложный путь и такую функцию механику battlefield 3 внедрить нельзя если ты не используешь инструментарии разработчиков даже вина с английского сто пятьсот миллионами костылей не позволяет такие функции вводить да они нарисовали новые анимации которая прикольная да в тебя попадает граната твой рэкдол отлетает красивой анимацией но с другой стороны вместо того чтобы добавлять такие свистоперделки разработчикам надо бы как-то попытаться добавить механику выглядывания из-за угла потому что ну серьезно когда ты в супер тактикульном мел симе которая про реализм для перестрелки с противником должен выходить из-за укрытия и начинать него стрелять но это довольно забавно очень забавно советовать этот мод я не фанат мел симов если у вас есть battlefield 3 со всеми дополнениями то пожалуйста всем рекомендую попробовать как минимум но за это с вас денег не возьмут если у вас нету battlefield 3 или нет дополнения для battlefield 3 то тут к сожалению для разработчиков бедный сергей лукьяненко прости меня и по той причине что на данный момент довольно сложно это все купить цены сейчас немножко неадекватной для такой старой игры я бы не стал бы тратить деньги для того чтобы просто попробовать реалити мод так что вот так вот дорогие друзья большое спасибо что смотрели мое мнение по поводу реалити мода увидимся с вами в ближайшее время всем удачи всем пока так что ты сначала Субтитры сделал DimaTorzok